Город Никополь в Днепропетровской области регулярно подвергается обстрелам российской армии. Несмотря на ежедневную опасность, в городе остается около 50 тысяч жителей. Как удается выживать под постоянными обстрелами в нашем репортаже? Без остановок, словно работает конвейер, коммунальщики отгружают коробки с гуманитарной помощью. Здесь, в пункте выдачи, ими уже заложили коридоры холл. Очередную многотонную партию помощи от европейских партнеров встречает Наталья. Рассказывает, это уже третья в нынешнем году. Через несколько дней за продуктами придут люди. Люди, которые приходят в пункт выдачи продовольственной помощи, находятся в холле. Поэтому мы понимаем, что в любой момент у нас может быть тревога и всякие ситуации во время войны. У нас внизу есть небольшое помещение, где можно спрятаться. Приблизительно, если работает три ноутбука от 500 до 600 человек, мы обслуживаем в день. На этом складе мы можем получать за раз до пяти грузовиков с гуманитарной помощью. Это питание, детское питание, наборы гигиены. Пять грузовиков, а сколько это в наборах? Приблизительно полторы тысячи – одна машина. Семь с половиной тысяч наборов за раз мы можем здесь получить. Пятикилограммовой упаковки муки хватает Наталье на целый месяц, чтобы печь хлеб для своей семьи. На булку хлеба у меня идет 350 грамм муки. То сколько хлеба можно? Много. Сегодня она с супругом пришла получить очередную помощь по одной коробке на каждого члена семьи. Женщина признается, без нее тяжело. Очень мало, где можно работать. Много чего закрыто. Нет заработка. Дохода нет у людей. По Никоплю продолжает бить вражеская артиллерия. Вот последствия одного из последних обстрелов. Российский снаряд попал по крыше магазина. Там были полки, полки, полки. Сверху потолок. Здесь было два прилета. Потолок весь внутрь упал. В момент, когда сюда прилетел смертоносный снаряд, коллега Светлана была на рабочем месте и чудом осталась жива. Вот здесь все привалило. Спаслась, потому что она вот сюда подошла к окну. Поэтому она спаслась. А так бы ее не было. Это случайность. Когда все валилось, она была здесь. Как раз с огорода. Покушать после труда и силы, чтобы у вас были и дальше. Хлеб от благотворителей выдают каждый понедельник. А уже через неделю в Никовальском районе стартует очередная масштабная раздача гуманитарной помощи от международных организаций.